МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Родион Архипов. Смотрите сегодня в выпуске. Доступная среда. Чебоксарские власти продолжают обустраивать пандусы на тротуарах. Долгожителей становится больше. В Чуашии выросла продолжительность жизни людей. Кожаный мяч определит сильнейшего. В Чебоксарах проходит турнир по футболу. На пути инвалидов и матерей с колясками становится все меньше препятствий. Чебоксарские власти продолжают обустраивать пандусы на тротуарах. Уже на следующей неделе они должны появиться неподалеку от самых оживленных пешеходных переходов. Правда, это не поможет решить проблему полностью. Выискивать места, где пандусов нет, а вокруг крутые спуски, моим коллегам долго не пришлось. Подробнее Дмитрий Ковалев. На подходе к этому пешеходному переходу бордюр демонтировали не случайно. Скоро именно здесь появится новый пандус. Передвигаться через дорогу мамам с колясками и инвалидам станет удобнее. В ближайшие дни на улицах столицы обустроят более 300 подобных спусков. По решению администрации города Чебоксар в прошлом году начали работу по обустройству пандусами примыканий тротуаров к проезжей части. В основном на пешеходных переходах. В прошлом году было оборудовано пандусами 195 участков. На это было потрачено порядка 135 тысяч рублей. На этот год план 389 участков. На сегодняшний день практически на 80% завершена подготовительная работа по всему городу, по всем трем районам города. И с завтрашнего дня уже начинают асфальтировать. Где установить пандус решала специальная комиссия. Столичные власти выбрали самые оживленные улицы. Обустройство одного такого спуска обходится бюджету в тысячу рублей. Но эффект от этой работы невозможно измерить никакими деньгами. С пути людей, чьи возможности ограничены, исчезают барьеры. Правда, не везде. Но работу столичной администрации еще не початый край. Пройти дорогу здесь сложно даже здоровому человеку. Не говоря уже о матерях с колясками и инвалидах. Лестницы слишком крутые. Но пока этот участок не планируют оборудовать пандусами. Неподалеку от этого перекрестка обустроен и вот такой пандус. Подниматься и спускаться здесь настоящее испытание даже для спортсмена из параолимпийской сборной. Как по миному полю, мамы с колясками ходят и по этому тротуару. На второстепенных улицах удобных пандусов сейчас не хватает. Где матерям удобнее передвигаться по городу? А где? Где отремонтированные дороги, конечно. Это хорошие дороги. Здесь сейчас пройти невозможно. Сейчас нужно будет в обход обходить. Действительно, очень хорошо было бы здесь тоже дорогу починить. Столичные администрации отмечают, что обустраивать тротуары пандусами в Чебоксарах будут и дальше. С каждым годом городская среда должна становиться еще доступнее. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев. Республика. В Чувашии появились первые несогласные с массовой кадастровой оценкой недвижимости. Напомню, она была проведена по всей стране, в том числе и в республике, для того, чтобы впоследствии по-новому рассчитывать налог на недвижимость. Пока он основывается на инвентаризационной стоимости, которая значительно ниже рыночной, впредь будет исчисляться с учетом кадастровой, приближенной к рыночной. Ожидается, что произойдет это с 2014 года. Но соответствующей поправке к налоговой кодексе еще не принято. Нет решения и со стороны республики, а налог отдан на откуп регионам. Кадастровая оценка была массовой и не учитывала индивидуальных особенностей объекта. В примеру, в тенистой части квартиры или нет, мало в ней света или вполне достаточно, дом с лифтом или без. Поэтому законодатель предусмотрел возможность оспорить полученные результаты. Правда, для этого нужно обратиться к независимым оценщикам, обязательно членам саморегулируемых организаций, и выйти с заявлением в специальную комиссию при управлении Росреестра по Чувашии. Такой возможностью воспользовались четверо жителей республики. На данный момент комиссия рассмотрела три заявления от юридического лица из Новочебоксарска, не согласившимся с кадастровой оценкой торговых объектов, и владельца однокомнатной квартиры по улице Пирогова в Чебоксарах. По результатам рассмотрения комиссия приняла положительное решение, то есть, у нас была кадастровая стоимость в размере рыночной стоимости. Физическое лицо смогло снизить стоимость своего объекта на 200 с лишним тысяч, то есть кадастровая была миллион восемьсот и рыночная где-то миллион шестьсот, а юридическое лицо по двум своим объектам снизило на 29-25% стоимость. Эти сведения были переданы в кадастровую палату для внесения в государственный кадастр недвижимости. Ранее оговаривалось, что обратиться в комиссию нужно до 17 июля этого года, иначе оспаривать результат оценки придется в суде. Но сейчас стало известно, что, возможно, срок продлят. Вопрос обсуждается в Минэкономразвитии страны. Остается добавить, что данные о кадастровой стоимости размещены на сайте Управления Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн». С 1 июля тарифы ЖКХ повысились. За горячую воду, как и за другие услуги, горожанам придется платить больше. Но не все будут отдавать одну и ту же сумму за кубический метр воды. Почему кипяток стоит по-разному, жители многоквартирных домов и нашей съемочной группе разъяснял главный жилищный инспектор Чувашия Иван Никитин. При открытой системе водоснабжения в трубы поступает вода из ТЭЦ. По одной трубе в систему отопления, проще говоря, идет в батареи. По другой трубе поступает горячая вода в краны. Вода при этом очищается различными химическими веществами. Это позволяет сохранить долговечность труб. Они не ржавеют и не засоряются. Но такую горячую воду нельзя использовать для приготовления пищи и питья. Конечная стоимость горячей воды в открытой системе водоснабжения госслужбы не устанавливается. Примерная расчетная стоимость за 1 кубометр – около 100 рублей. В закрытой системе дешевле – 84 рубля – 75 копеек. Горячая вода в данном конкретном случае отбирается прямо из системы теплоснабжения. И люди здесь, в этом доме, пользуются химически очищенной водой. Горячая вода, чтобы не ускоряла износ трубопроводов, чтобы уменьшилась коррозия и так далее. При закрытой системе водоснабжения холодная вода поступает из городской водопроводной сети, подогревается специальными приборами и поступает в краны квартир. С экономической точки зрения подогревать воду таким образом дешевле, чем в открытой системе. И эту горячую воду можно использовать для приготовления пищи и питья. А горячая вода на отопление также поступает с ТЭЦ. В конечном итоге холодная вода прошла, через теплообменник подогрелась до нормативной температуры и пошла в краны. В Чебоксарах около 60% многоквартирных домов с открытой системой водоснабжения. При строительстве они обходятся дешевле, но проектировщики не вольны руководствоваться исключительно соображениями экономии. Зачастую выбор зависит от особенностей существующих коммуникаций. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. 23 июля в Минтрансе Чувашии пройдут общественные слушания о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали. Там будут представлены предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, а также обоснования инвестиций в строительство. Напомню, 27 июня Госдума одобрила проект строительства высокоскоростной магистрали, который будет проходить по территории 10 субъектов России, в том числе через Чувашию. Направление Москва, Владимир, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург считается перспективным транспортным коридором для организации высокоскоростного железнодорожного движения. Большая численность населения более 35 миллионов человек, из них 70% городские жители. Кроме того, в этих 10 регионах опережающие развитие территорий и денежных доходов на душу населения. Время нахождения в пути между промежуточными станциями 3-3,5 часа. И между конечными Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Москва составит примерно 8 часов. Татьяна Молокова, Республика. Министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова сообщила, что в республике выросла продолжительность жизни. По данным статистики, в среднем в Чувашии живут до 70 лет. В разные периоды существования человека продолжительность была разной. Наши предки в каменном и бронзовом веке жили 18-20 лет. В эпоху Возрождения в среднем 35. Со временем жизнь становилась все продолжительнее, но в современном мире эта тенденция снова замедлилась. Только на этот раз искусственно. Экологическая обстановка, общее понижение уровня жизни, ослабление человеческого организма, снижение иммунитета — вот лишь некоторые причины преждевременной смерти населения планеты. Генетики утверждают, что геном человека позволяет ему жить до 150 лет. На практике подтверждения такому предположению так и не нашлось. Самой старой официально зарегистрированной жительницей мира была француженка Жанна Кальман, прожившая 122 года. А средняя продолжительность жизни в масштабах всей земли колеблется в районе 70 лет. Качество жизни и социально-экономическое развитие стран сказывается на демографической ситуации. Это своеобразный индикатор, который реагирует на любые изменения. Россия, к сожалению, по средней продолжительности жизни отставала от других не менее развитых стран. В 90-е годы численность населения сократилась, произошел скачок в росте смертности и падении рождаемости. В итоге последнее десятилетие прошлого века сократило население более чем на 7 миллионов человек. Ситуация стала нормализоваться только в последние годы. В Чувашии в 2012 году рождаемость зафиксирована выше, чем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу. Впервые за 20 лет естественная убыль населения сменилась естественным приростом. По сравнению с 2011 годом общий коэффициент смертности снизился на 2,2%. А средняя продолжительность жизни жителей Чувашии возросла до 70 лет. Государственная поддержка сыграла в этом важную роль. В России принят комплекс мер по повышению рождаемости и поддержке многодетных семей. А в республике существует помощь в виде дополнительных выплат за третьего и последующих детей, а также выделение земельных участков под строительство жилья. Татьяна Филатова, Республика. Молодые мамы Чувашии теперь могут не беспокоиться о трудоустройстве после декретного отпуска. Госслужба занятости населения организовала бесплатное профессиональное обучение женщин. Новой возможностью воспользовались уже свыше 300 человек. Получать новую профессию могут молодые мамы, которые воспитывают детей до 3 лет. Таковы условия государственной программы содействия занятости населения. Наиболее популярные специальности продавец-кассир и парикмахер. А выбрать можно из 23 профессий. Обучение могут пройти женщины как с образованием, так и без него. Профессиональное обучение включает не только переподготовку, она включает и подготовку, если у женщины не было профессии, ей дадут профессию подготовка, переподготовка, если она хочет сменить род деятельности, а также повышение квалификации по имеющейся профессии. Практически все женщины нуждающиеся в обучении у нас могут быть направлены, так что я думаю все женщины, которых изъявили желание проучиться, они пойдут учиться. Если женщина находясь в декретном отпуске числится работником какой-либо организации, профессиональная подготовка согласовывается с ее работодателем. Безработной матери самой нужно обратиться в центр занятости по месту жительства. При затруднении в выборе профессии молодой маме может быть оказана помощь в профессиональной ориентации. При хорошей успеваемости ежемесячно выплачивается стипендия. Новая программа будет действовать до 2015 года. Екатерина Харитонова, Республика. Десятки пожарных сегодня утром собрались на стадионе Олимпийский. ЧП не случилось. О том, что объединило борцов с огнем, смотрите в нашем следующем репортаже. Вокруг пожарные, они куда-то бегут, поднимаются по штурмовым лестницам и обходят препятствия. Только вот дыма, как и огня, не видно. Торопятся огнеборцы не на пожар, а к финишной черте. В нашем городе проходят всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту. Повышенная концентрация сотрудников специальных подразделений противопожарной службы в районе стадиона будет наблюдаться в течение трех дней. За это время около двух десятков команд из разных регионов страны выяснят, кто быстрее и лучше всех преодолевает полосы препятствий, развертывает пожарный рукав и взбирается по отвесным стенам. Внимание! Эти соревнования особо приближенные к боевым условиям. Ту же самую работу эти ребята выполняют и при боевых задачах. И этот спорт сильных, мужественных людей, которые в любой ситуации могут пожертвовать собой ради выполнения поставленной задачи. Наш регион на этих стартах представляет команда специальной пожарной части номер 17, которая охраняет химпром. Что ж, прикладников, чуваши отличные шансы. Прямо на наших глазах один из представителей нашей команды обошел соперников на так называемой штурмовке. К этим соревнованиям мы уже готовимся целый год. Мы знали, что они пройдут именно в нашем городе. Уже с 2007 года не было у нас соревнований в нашем городе. Поэтому нужно было ответственно подойти к соревнованиям, тренироваться. Все уже знали. Все равно говорят, что на своей земле легче выступать, но когда свои зрители все равно переживаешь, волнуешься, больше, чем даже когда выезжаешь в другие города. Некоторым победить помогают не только тренировки и сноровка. Приметы. Ну, не бриться. Не бриться. Вот. До соревнований. Да, как хоккеист, как боксер, то же самое. У спортсменов, которые лучше всего проявят себя на этих соревнованиях, есть шансы попасть в сборную России. Победители также ждут призы, но сами участники признаются, лучшая награда это спасенное на пожарах жизни. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах проходит турнир по футболу «Кожаный мяч». На протяжении шести дней 11 команд из регионов Повожья борются за первенство, чтобы выйти в финал. Еще совсем юные на первый взгляд мальчишки уже знают, что такое вкус победы и поражения. Команда «Нефтеград» из города Альметьевск первый раз на этом турнире. Но это нисколько их не смущает. Они настроены крайне решительно. Я уже занимаюсь футболом 4 года. Мне очень нравится играть. Побеждали в многих турнирах таких. И я хочу стать профессиональным футболистом. Я считаю, да, победим. Мариэл со счетом 2-0. «Кожаный мяч» не просто соревнование, это дальнейшая путевка в жизнь юных спортсменов. По словам организаторов турнира, только в этом году по всей России играет 6 тысяч команд. И у каждого одна цель – победить. Мариэл! Мариэл! Радует то, что здесь нет таких профессиональных команд, которые играют, так скажем, в одну калитку. Все ребята, так скажем, делают на поле то, что они умеют. Видно, что команда, которым еще не настолько обучена, чтобы обыграть другую команду просто за счет мастерства. Турнир «Кожаный мяч» проходит с 64-го года. Он сделал известными многих советских и российских футболистов. И вот из этих мальчишек, которые, так скажем, непрофессионально занимаются футболом, потом наиболее талантливее попадают в детские спортивные школы, из дюшеров, команды мастеров. И, конечно, вырастает у нас много примеров футболистов, которые играли в «Кожаном мяче», потом в сборной России, ну, например, тот же Жирков, «Аршавин». То есть, ну, достаточно игроков, которые добиваются потом высоких результатов. В каждом федеральном округе сейчас проходят зональные турниры. Сильнейшие 16 команд соберутся в сентябре на финале в Краснодаре. Анастасия Масляева, Александр Петров, «Республика». Чувашская легкоатлетка Алина Прокопьева стала двукратным серебряным призером универсиада. На этот раз в полумарафоне. Алина всю дистанцию в 21 километр 97,5 метров держалась в лидирующей группе. Лишь на последних метрах Прокопьевой не хватило 6 секунд, чтобы стать победительницей. Алина опять финишировала в окружении легкоклеток из страны восходящего солнца. Бронза тоже у спортсменки из Японии. Я все, что смогла, все сделала. Я рада, что для России я 20 любых медалей принесла. И для тебя, ты ваша. После шести дней соревнований чувашские спортсменки завоевали три медали все серебряные. Современную жизнь невозможно представить без ярких, красочных и запоминающихся баннеров, плакатов, брошюр, книжных новинок. Технология производства такой продукции достигла высоких результатов благодаря развитию типографского ремесла. Репортаж из типографии Брындиных смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До свидания. Типография Брындиных одна из ведущих типографий Чувашской Республики. Ее 20-летняя история началась с выпуска самого популярного продукта — этикетки. Сегодня Центр Современной Полиграфии предлагает все виды печатной продукции — этикеточная, рекламная, книжная, имиджевая. Типография работает только с высококачественными мелованными глянцевыми и матовыми бумагами. А строгое соблюдение технологий производства позволяет получить качественную и эксклюзивную продукцию. Типография Брындиных всегда идет в ногу со временем и впервые в Чувашии в честь юбилея она представляет новый вид печати — флексографию. В современной флексопечати особое место занимают ультрафиолетовые краски. Их цель создать яркую красочную упаковку, позволяя сделать изображение как картинки фотографического качества. Ультрафиолетовые краски легко и быстро наносятся на печатную поверхность и при этом быстро сохнут. Хорошо, крепко держатся на таре, не соскребаются, не выгорают. Цвет идеальный точно, что передается на этикетке. Флексография — это изготовление современных этикеток в рулоне. На сегодняшний день этикетки в рулоне являются необходимым этапом выпуска ликероводочной, хлебобулочной, молочной, рыбной и мясной продукции. Современное оборудование и широкий выбор материалов позволяют выполнять заказы различной сложности. Разместить заказ в типографии брендиных достаточно просто. Срок выполнения заказа составляет от 3 до 7 рабочих дней в зависимости от объема продукции. Воспользовавшись услугами опытных технологов, менеджеров и всего коллектива предприятия с 20-летним стажем, вы получите высококачественную продукцию в оперативные сроки исполнения и по выгодным ценам. Заказав продукцию в типографии брендиных, можно быть уверенным, что каждый сотрудник вкладывает в нее душу. Знаменитое качество профессиональной печати 20 лет с типографией брендиных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров